Мы с вами учились по традиционной системе обучения. И главное было, что нам знания давали в готовом виде. Учитель говорил, вот так надо, вот это запомните. Учитель объяснял, мы с вами должны были это понять, запомнить и воспроизвести. И пятерку нам ставили за то, что мы хорошо воспроизводим готовые знания и решаем задачи по образцу. И так мы получали пятерки. На сегодняшний день этого нам недостаточно. Вот мы с вами развиваем творцов, людей, которые мыслят, которые придумывают. То есть в жизни на самом деле нам нужны люди, которые не работают по готовым алгоритмам, кем-то разработаны, а сами разрабатывают эти алгоритмы, сами создают новое что-то. И для того, чтобы человек создавал новое, его нужно обучать этому. И лучше всего начать обучение с начальной школы. Проанализировав учебники, которые есть сегодня, мы видим, что в них все-таки очень много осталось от традиционной системы. То есть мы не увидели проблемного изложения, например, в самом учебнике. Мы не увидели по-настоящему построенной системы упражнений. Как правило, в учебниках это набор заданий по какой-то теме, из которых учитель создает систему. И все зависит от опыта учителя, от методического. Либо он умеет это сделать, например, ему не хватает каких-то заданий промежуточных, то есть шаг трудности не определен, ему нужно придумать свои задания и составить эту систему. Это нужно быть учителем-методистом. Как вы понимаете, не все учителя справляются с этой задачей. И поэтому перед нами стояла цель, с одной стороны, разработать в развивающей технологии учебники, построить проблемное обучение, поставить проблемы перед учениками. То есть найдите закономерность, сформулируйте определения сами, сравните с нашим определением, решите задачи, посмотрите наше решение. И во-вторых, выстроить встроенную систему упражнений с определенным шагом трудности. Нам же нужно, чтобы ребенок учился с интересом, чтобы он испытывал успех, чтобы он шел от успеха к успеху, и это вдохновляет ребенка, тогда учиться интересно. И тогда мы создаем одаренных людей. Вот это как бы главное было. Начальная школа создала очень много развивающих комплектов, и их намного меньше в основной школе. И вот трудность написания учебников пятого класса в этом и состояла. Провести такой, создать мостик, такой переход, чтобы дети чувствовали себя комфортно. Вот у нас большое место уделено развивающим задачам. То есть у нас получается, что дети даже умения формируют все время на творческих развивающих задачах. Вот в традиционной системе была такая идея, что сначала нужно научиться решать типовые задачи, и нас с вами так учили. И когда ты уже научился решать простые задачи, тогда только тебе дадут творческие задания, нестандартные. Мы сегодня говорим, что это неправильно. Надо сразу учиться на творческих заданиях, на нестандартных заданиях. То есть маленький шаг трудности, но нестандартные задания. И вот это дает развивающий эффект высокой степени. То есть и у нас был развивающий эффект, но он был не такой потрясающий, не такой мощный, как сейчас. То есть у нас большой акцент на такие задачи. Задания промаркированы, и по ним видно, например, задания обязательного уровня, то есть которые входят в государственный образовательный стандарт, уровень тройки. И если ребенок претендует на тройку, он должен знать, какие задания в каждой теме адресованы ему, какие задания он обязан выполнять. И идет такой самоконтроль. То есть ребенок видит в каждой теме, какой уровень трудности задачи он выполняет, либо на уровень тройки, либо четверки, либо пятерки. И тогда он претендует на эту отметку. Потом у нас есть контрольные вопросы и задания к каждому пункту. Опять, это самоконтроль. Ты проверяешь, усвоил ты материал на уровне госстандарта или не усвоил. И есть задания такой высокой степени трудности, это нестандартные задания, задания на сумекалку. Это уже для детей, которые претендуют на участие в олимпиадах, которые претендуют профессионально заниматься математикой. Для меня было интересным, что троечники с восторгом решают задачи на сумекалку. Мы их адресовали математически одаренным детям. И когда мы сейчас у детей спрашиваем, ваш любимый раздел в учебниках, они говорят, задачи на сумекалку. То есть, оказывается, не нужно быть отличником, чтобы иметь вот такие мозги, которые позволяют тебе решать задачи на сумекалку. Но для нас это было приятно. Учебники основной школы 7-9, они, конечно, ориентируют на ГИА. И нам было приятно увидеть новую версию государственной итоговой аттестации в 9 классе, что такое ощущение, как будто они были построены по заданиям нашего учебника. Мы увидели и выбор моделей, вот завтра мы об этом будем говорить учителям, и задания на вписывание ответов. То есть все типы заданий, которые у нас есть в учебнике, они сейчас есть в ГИА. Вот у меня такое ощущение, как будто авторы взяли наши учебники за основу для того, чтобы составить такую разнообразную систему заданий проверочных. Поэтому вот все, кто шли по нашим учебникам, они с восторгом увидели эти ГИА. Вот это то, что в основной школе. В старшей школе мы ориентировались на ЕГЭ вот предыдущих лет. То есть ЕГЭ 2010 года отличается от предыдущих лет. Более трудные были задания в предыдущие годы, вот сейчас вот упростили систему заданий. И мы, когда писали учебники 10-11 класса, нам тоже хотелось приблизить школу к вузу, чтобы ученики, которые успешно закончили 11 класс, могли легко учиться в вузе. Так я вот считаю, что если знания даны в системе и хорошо в учебнике, то нас никакая итоговая аттестация не должна волновать. Либо мы готовы к ней всегда, либо мы начинаем за полгода до начала ЕГЭ какие-то тренажеры, какая-то специальная подготовка к ЕГЭ. Вот я против на самом деле такой работы. Я считаю, что учебник должен готовить. Сегодня я поработала с такой заинтересованной аудиторией учителей вашего края, которые с большим интересом отнеслись к учебникам, задавали, как вы видели, очень много вопросов. Вот, ну и такая реакция положительная. То есть они говорят, да, вот так именно и нужно. Может быть, они чего-то раньше и не предполагали, да? Но вот мы как-то обсуждаем сейчас последовательность изучения материала, как выстроена система упражнений, почему она дает хороший обучающий эффект, почему хорошо сдают у нас дети и ЕГЭ, и ЕГЭ. Вот, именно потому что правильно выстроены учебники. Ученики успешны, им нравится, им интересно, и очень хорошие результаты. То есть мы учимся без двоек. Вот дай бог мне ваших учителей тоже перевести на такую работу, позитивную работу. Я говорю в русле позитивной педагогики при работе с учениками без двоек. Уже два учителя работают по внедрению наших учебников и высказали положительные отзывы, что и учителя в восторге, и дети в восторге, что им очень нравится, да, что необычные учебники, другая система заданий. Вот, может быть, это немножко родителей пугает, потому что родители учились в другой системе, они таких заданий не видели. Мне кажется, что у них некоторый ужас. И мне дети говорят, что родители не могут нам помочь, потому что они учились по другим учебникам, и таких задач не видели, что мы лучше с ними справляемся, чем наши родители. Может быть, это пугает немножко родителей. Дальше мы планируем делать виртуальные учебники. Это учебники-навигаторы, учебники с дисками, чтобы дать возможность. Вот в одном учебнике очень трудно как бы углубить этот материал и включить много всего интересного, потому что учебник ограничен объемом. А вот уже учебник с диском, он дает возможность уйти в любую сторону, более глубоко или более широко, или углубиться в историю этого вопроса, или уйти в математическую сущность этого вопроса. Вот, я думаю, будущее за этим, за мультимедийными приложениями к учебникам и с особым видом учебника. Учебник-навигатор. Сейчас будем этим заниматься. Спасибо вам.